Сейчас находимся в скайп-конференции с адвокатом из Германии и сейчас буду расспрашивать адвоката по программам основным иммиграционным Германии. Как нас слышно? Хорошо слышно. Здравствуйте. Основные вопросы, которые интересуют людей, которые хотят уехать из стран СНГ. Какие основные способы есть иммиграции в Германию? Кратко расскажите, пожалуйста, о них. Кратко это будет сложно сказать, но я все-таки попробую, потому что, в принципе, ситуация следующая. Немецкое законодательство именно относительно иностранного права, то, что касается беженцев, касается иммиграции, оно писалось в то время, когда Германию необходимо было обстраивать. И, соответственно, здесь не хватало после войны людей. И основная задача иностранного законодательства было привлечь. То есть было весьма аттрактивно для этих людей, расписано все таким образом, чтобы они могли быстро и без больших проблем получить вид на жительство. Туда ходили вопросы следующие. Это рабочие визы, рабочие разрешения. На тот период это были, скажем, строительные рабочие. Таким образом, здесь появилась очень большая волна сначала турецкого населения в Турции, потом, позднее, из Югославии. Однако вы должны учитывать, что со временем потребность в таком труде у немцев уменьшилась. И на это весьма лояльное законодательство начали писаться подзаконные акты. На данный момент ситуацию, если просматривать с момента распада Советского Союза 1991 года, законодательство настолько ограничено этими законами актов именно по переселению в Германию, в различные его направления, что если мы представим себе большие ворота, то эти ворота сузились до маленькой щелчки. Однако с помощью судов, если идти через сузки, можно добиваться того, что основной закон все-таки опять поднимается и он стоит выше по юридической иерархии, чем вот эти подзаконные акты, которые сейчас все ограничено. Итак, теперь ответ. Значит, самое простое, это для лиц, которые являются так называемым состоянием милиции. То есть такой переезд рекомментирует параграф 7 закона об иностранцах, Ausländer-Besetz, где ясно и четко описано, что человек, у которого имеется состояние, в случае, если ему необходимо, например, для лечения находиться в Германии, ну или какая-то другая причина, это уже как бы юридический вопрос, он имеет право здесь проживать. Рассчитывать надо здесь от земли, земле немецкой по-разному, но приблизительно можно поднимать вопрос, если у человека имеется состояние в банках, западной Европы, да, вот полумиллиона евро. Окей. Вот, это один момент. Эту программу услышал. По-более простая. Следующее. Значит, лица, которые организуют здесь бизнес. При организации бизнеса это может сделать любой иностранец, для этого он открывает фирму. Фирму в виде общества с ограниченной ответственностью, так называемой ГФХ. Эта ГФХ является немецким юридическим лицом. И для того, чтобы это немецкое юридическое лицо, жило, им кто-то должен руководить. Владелец этой фирмы, который сам же еще и основан будет здесь, имеет право назначить себя руководителем, то бишь директором. И вот этому директору, вместе с его семьей, дает свое битное жительство для управления этой фирмой. Вот. Это второе направление. Третье направление. Какое можно здесь поподробнее? Сколько примерно нужно сумма инвестиций, для того, чтобы получить битное директор? Здесь на данный момент можно открывать в обществе с ограниченной ответственностью, так называемой Мини-ГФХ, где основной капитал может быть нулевой, практически 100 евро достаточно, и фирма будет зарегистрирована. Как так называемая Мини-ГФХ. Цель этого Мини-ГФХ, что фирма работает, и с доходов может на протяжении 300 лет, или трех лет, доходов, докладывать основной капитал той суммы, пока не будет 25 тысяч евро. Соберется. Как собирается эта сумма, автоматически фирма переходит из Мини-ГФХ в нормальное Мини-ГФХ. И 4 года человек живет по вид на жительство, пока он докладывает эти инвестиции? Может и больше. Здесь будет зависеть, насколько эту фирму признает Деменская торгово-промышленная палата и институты по развитию торговли и промышленности в Германии, где специальные такие заведения, а ее целесообразности и перспективности такой фирмы. Чтобы оценить, насколько перспективна такая фирма, создается бизнес-план. Этот бизнес-план подвергается проверке. У нас, например, существует, скажем, компания, это экономисты, которые такие бизнес-планы нам готовят. Ну, под клиентов, под их условия, под их желание, под тот бизнес, к которому они собирались заниматься. Вот обычно, значит, расходы на такой бизнес-план лежат в районе 3000 евро. Сама же организация и курирование по открытию и дальнейшему виду на жительство для директора фирмы, да, живет в районе от 10 до 15 тысяч евро. Хорошо. А требования по количеству сотрудников есть в этой фирме? Здесь у нас уже проблема. Вид на жительство дается исключительно директору фирмы и его семье при отдельном прошении. Что же касается сотрудников, сотрудник, он в первую очередь должен набирать числа людей, проживающих здесь. Ну, вот количество есть определенное? Нет, 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 нет. Если человек, тогда дадут. Нет. Ладно. Были такие ограничения. Сейчас это, конечно, учитывается при рассмотрении вопроса о виде на жительство для директора. Если фирма, чем выше основного капитала у нее, чем больше она предоставила рабочих мест, тем, конечно, быстрее, чем получится на жительство. Теоретически он может ни одного рабочего места не сделать. Пусть иметь вот этот голый бизнес-план а не только. И это будет предварить ведомство по иностранцам местный объект. Алсендер-Бехерк называется. Вот. Либо же уже может набрать каких-то сотрудников с данной фирмы, они начнут там работать. Это очень сильно зависит на усмотрение чиновников. Здесь у чиновника очень, скажем так, открытая большая вина. Еще имеется программа сейчас с недавнего времени, последние несколько лет, это так называемая голубая карта. Это по французу немецкой, американской грим-карты сделаны. То есть специально для специалистов, имеющих высшее образование, иностранных специалистов, они, получив рабочий договор, имеют право здесь находиться, проживать, работать, целью работы на этой фирме, которая их берет. И через два с половиной года получают вид на жизнь постоянный. Надо, однако, учитывать тот момент, что в эти два с половиной года оплата этого специалиста будет обходиться немецкой фирме с учетом налога, который на него будет платить где-то до четырех тысяч. кто в основном требуется, какие специалисты? Это уже не столь проблематично, с учетом того, что в основном компьютерщики, могут быть экономисты, могут быть юристы, это в принципе с этих проблем не возникало. Возникает проблема именно найти фирму, которая возьмет такие деньги. Потому что вы же не забывайте, здесь большой, обширный рынок труда невостребован. Люди, которые... То есть проблема, которая есть во всех странах, найти работодателя. Да. Окей, понял, про это понял, работа по найму. Хорошо. Еще что есть? Обучение в университетах. Обучение... Идет к виду на жительство, правильно? Это просто... Оно ведет. Ведет? Так, расскажите, интересно. Значит, любое лицо иностранец, который соответствует своему уровню обучения за границей немецким стандартом приема в высшее учебное заведение, так называемой абитурии. Может быть, по заявлению принят немецкий высший университет. Значит, что приравшивается к абитурии? Это бывшие советские государственные вузы, которые сейчас на данный момент могут быть таджитскими вузами, российскими, украинскими. Вот. Которых данное лицо, заискатель, да, должен был обучаться на дневном отделении не менее одного года, тогда он имеет право быть призем на дополнительное обучение при университете и еще потом в дальнейшем университете. Если два года он обучился на дневном отделении, то сразу он имеет право поступать в университет и поступать в занятия. или если он заочно обучался, то все это увеличивается на один год. То есть, если при университете доучиваться, тогда он должен два года заочно показать, что он учился у себя в стране. Если сразу на обучение в университете на лекции, то тогда он должен показать, что три года он обучался заочно у себя в стране. Это достаточно большая тема, где море нюансов. По каждому я делаю краткий обзор. То есть, представьте... Давайте, давайте, да, сейчас очень кратко. Еще одна тема, которую я спрошу, это по беженству. Сейчас тяжело с беженством в Германии? Ну, здесь всегда было нелегко, если вы имеете в виду, получить разрешение, получить удовлетворение прошения по беженству. Сейчас возникла здесь другая проблема, что в зависимости от того, как человек попадает в Германию, что он просит убежище, есть такое дубженское соглашение, благодаря которому этому человеку очень легко можно переселить в другую страну, например, в ту же Польшу, если он приезжал через польскую границу. А в принципе, сейчас под очень большим контролем все вопросы, связанные с беженством. например, сейчас данный момент по радио я слышал ведется процесс против немецких чиновников, которые удовлетворили где-то район тысячи таких заявлений, сейчас ввели в том, что они удовлетворили незаконно, это значит, что этих чиновников могут лишить работы, пенсии, всего-всего остального, вот уголовного наказания возможно, да, то есть будет дело. О чем это говорит? Это говорит о том, что очень тяжело, очень тяжело получить это улучшение на убежище, потому что человек, простите, соискатель убежища, он на полном государственном обеспечении проживает иногда годами здесь, в Германии, ему предоставляют жилища, деньги на питание, мебель, если необходимо, ему соответственно лечение предоставляют, год до сложнейших операций в государстве, то есть полное обеспечение, полнейшее. Вот, здесь, когда они обращаются к таким вопросам, тут, конечно, нужно смотреть, в первую очередь, понятно, что на 80-90% изначально практически невозможно будет для них этого добиться, потому что имеется, так сказать, уже установка особого контроля, да, то есть не просто проверять, а проверять на удаление, что называется, из страны. вот, все, что можно в этой ситуации сделать, но это тоже весьма немало, это каждый акт, по которому пытаются вручить это отсюда отправить, проверять по нескольку раз, подключать под это дело комиссии при канцлере Германии, комиссии при президентах правительств земель, комиссии комиссара ООН по правам человеку. Я обычно, если ввиду такое дело, я подключаю все комиссии особое внимание клиента, да, и когда стоит вопрос, кого выгонять, этого человека выгоняют, если выгоняют, в самую последнюю очередь, потому что на нем юридический бронежилет. Некто не сопротивляется и как бы сразу, а в случае такого сопротивления, конечно же, здесь они годами находятся и очень тяжелые. Ну, я услышал то, что я вчера тоже разговаривал с компанией из Финляндии, они тоже сказали, что очень сложно с Европой сейчас с беженцами, поэтому все едут в Америку, потому что здесь довольно просто с этим, вот, и не сильно копают, и много, конечно, всяких жуликов проскакивает, на самом деле, под статус беженца именно в США, эта проблема тут существует. Давайте на сегодня, может быть, подытожим, спасибо за... Пожалуйста, дай я, если у вас будут вопросы по Германии, по иммиграции, по учебе, по работе, вы можете мне внизу здесь под видео написать на наш сайт, и оформить консультацию с адвокатом из Германии, мы вам это все организуем, и я думаю, что наша встреча была не последней, продолжим еще, через какое-то время я уже более, может, углубленные вопросы позадаю после того, как проанализирую все, что вы сегодня сказали. Спасибо большое. Вам тоже спасибо большое, всего доброго, до новых встреч. До свидания. Пока. До свидания.